всем привет как дела у меня хорошо спасибо спасибо всем тем кто пишет комментарии под роликами всем тем кто оказывает материальную поддержку мне очень приятно с вами общаться если бы мне было неприятно я бы этим вообще не занимался я уже много-много лет работаю только там где мне нравится и делаю только то что мне нравится в этом смысле я счастливый человек можно сказать вот про британский рок поговорим про британский рок конца 60-х начала 70-х там было такое количество групп такое количество прекрасных музыкантов виртуозов образованных артистов не образованных которые играли не хуже чем образованные а иной раз даже лучше кстати говоря это к вопросу о игре в рок-группе академических музыкантов пришедших из симфонических оркестров это не всегда хорошо я вас уверяю не всегда совсем не всегда но тем не менее где-то процентов наверное 90 из тех групп которые играли в конце 60-х начало начале 70-х мы не знаем вообще но иногда случается так что узнаем и мне даже в комментариях написали что почему же вы ничего не говорите про джоди грайнд вот говорю джоди грайнд первый альбом вышел в 1969 году и собственно говоря джоди грайнд можно сказать что это тим хинкли клавишник певец композитор музыкант но с другой стороны оба состава джоди грайнд они выпустили всего два альбома вот этот первый который называется one step on и фар канал следующая пластинка разные составы этот трио тим хинкли гитарист и барабанщик и гитарист барабанщики менялись все время басист тоже там присутствовал дискретно и с одной стороны это как бы тим хинкли с другой стороны это полноценный рок-бэнд потому что гитара здесь играет что здесь что там фантастически совершенно и из этого можно сделать вывод что ни одним ричи blackmore мы не вторым джимми пейджем сильно была британия начала 70-х годов далеко не одним далеко не двумя были легионы просто прекрасных музыкантов но я такие говорю общие слова которые всем известны всем понятны но тем не менее когда вы будете читать что-нибудь в интернете про джоди грайнд сразу будет про тима хинкли и везде будет одна и та же фраза тим хинкли тиму хинкли не давали покоя лавры кита эмерсона везде одинаково совершенно это написано что конечно как-то глупо выглядит потому что ну что лавры кита эмерсона тиму хинкли не давали покоя тим хинкли прекрасный музыкант был занимался своим делом играл в разных составах играл ритм и блюз как и положено всем как абсолютно всем музыкантам английским которые начинали свою карьеру включая там джентл джайонт даже ну может быть дженесис были исключением есть кстати тоже они поигрывали традиционный рок вполне в самом начале пути и что значит не давали покоя лавры кита эмерсона он играл свою музыку занимался своим делом другое дело что все его сравнивают с китом эмерсоном ну пусть сравнивают это дело 25 он играл музыку которая была популярной на тот момент времени в англии все девятом году и использовал все свои возможности а возможности у него достаточно широкие были и вот записали они втроем такую пластинку тим хинкли где же тут состав то резьба да айван загни гитара барри уилсон ударные и басист там присутствует кое-где при этом присутствует мощнейшая духовая секция которая здесь делает если не половину звука то 1 4 точно поскольку аранжировки очень грамотные очень хорошо хинкли их написал а хинкли он он тяготел всегда к импровизационной музыки и к тому что называется психоделический рок ну это так условно в кавычках я говорю это что это такое это у меня нет определения психоделического рока вот я не могу сформулировать точно это все на уровне на уровне ощущений на уровне того что мы слышим потому что там и группа джулай психи идолический рок и сид бар и психоделический рок включая его сольники таки полу акустические играет full dead психоделический рок это в одну кучу валится все что угодно это просто импровизационная музыка с полетом фантазии и позиционная музыка разное бывает бывает ужасно занудное скучное бессмысленное что очень часто встречается в хардроке например абсолютно бессмысленные гитарные соло длинные и не интересные и заунывные демонстрация техники и больше ничего у хинкли другая история он очень интересно все игра у него и джазовая школа и классическая школа все у него присутствует здесь ну и конечно было создано произведение под названием one step on 18 минут 43 секунды который занимает всю первую сторону оригинального альбома это у меня переиздание поэтому здесь немножко есть различия с оригинальным альбомом поскольку вставлены еще сингл версия песни point it black the rolling stones а point it black она помимо того что сингловая версия здесь присутствует пятиминутная она еще и является последней частью произведение one step on one step он состоит из четырех частей вот это 19-минутное почти полотно четыре части последняя часть это point it black и плюс еще дальше следует сингл версия point it black на этому издание что очень хорошо потому что исполнение группы jody grind point it black настолько невероятно прекрасно что хочется чтобы она продолжалась когда заканчивается one step on вот этой цитаты из point it black дальше идет сингл версия и очень хорошо давайте еще раз давайте еще раз но собственно говоря тут все по классике но очень приятно очень приятно и узнаваемо в наше время уже начинается с торжественных клавишных синтезаторных органных аккордов потом потихонечку раскачиваем ся вступает гитара гитара играет роковая соло с бэндами с блюзовыми ходами чистый такой рок на фоне клавишно-басово ударной подкладки потом начинается уже уход в джаз хинтли играет соло с отсылкой все-таки в джаз такой джаз рок я бы сказал да гитара подключается тоже играет джазовые дела и потом начинается раскачка уже просто в бешеный космический драйвовый при этом летящий как звездолет рок хинтли при этом еще очень здорово поет очень хорошо высокие ноты все чисто сильно мощно интонирует прекрасно никакой фальши ничего никакого трепета в голосе дрожание ничего не прямо вот выпивает все как надо очень здорово и приходит все это к pointed black к финальной части грандиозного полотна духовая секция подключается мощнейшая разрабатывается гармония разрабатывается мелодия расширяется и по этот black превращается в грандиозное симфоническое полотно но очень мощная очень роковая такой такая просто мега симфония и потом еще сингл версия pointed black не менее симфоничная очень-очень все здорово на второй стороне little message такой привет из фьюжн немножко night today тоже немножко так такая импровизационная частичная и пространная лирическая штучка юэсэй вот третий номер он очень похож на от миг рустер например там надо с вас было dead walks behind you песню очень похоже блюзовая тяжелая роковая такая штука в общем очень интересная пластинка очень странная но в целом я могу сказать что мнение мое группе джуди грайнд она такое что одновременно вызывает и восхищение качеством игры музыкантов их фантазии их бесстрашием вот эти девятнадцатиминутные пьесы которые на там 70 процентов состоят из импровизации гитар на клавишных и прекрасного пения хинкли яростно получить с одной стороны восхищение а с другой стороны какое-то разочарование потому что как бы ну и что и что я здесь услышал и что и что такого нового я здесь услышал для себя что меня зацепило но при этом вспоминаешь сразу как как это здорово все сыграно и сделано и сразу мнение меняется опять нет но круто группа отличная все-таки шикарная потом начинаешь слушать опять душную ну так ну хорошо и эссе и вот этот номер на второй стороне тяжелый блюзовый такой аля атоме круста ну вроде здорово а вроде чуть не хватает не знаю но потом слушаешь снова принять что все хватает все нормально музыканты ушли от тима хинкли пришли другие музыканты не хуже надо сказать хотя играют по-другому совершенно берни холланд акустическая электрическая гитара бас на вокал и пит гавин ударные разнообразные с перкуссией и бац музыка вообще другая хотя голос тот же клавиши те же музыка совершенно другая и здесь песня у его ходит первый номер вот если бы это была одна песня всего записанная джо играет группа уже осталось в истории потому что эта песня насколько настолько хорошая даже песни трудно назвать она начинается с классической гитары и уходит потом собственно говоря в песню подключается тим хинкли на клавишах и на вокале и какой-то ангельской красоты просто мелодия ангельской красоты со средневековыми такими мотивами с отсылками к средневековой музыке к баба ручным таким делам и первая часть лирическая потом идет повтор куплета где хинкли поет ужас драматично громко с реверберации с улетом в космос поет ту же самую мелодию только с другими словами но мы уже такая такая драматургия там просто просто пьеса будь здоров какая одна из лучших наверное в английской рок-музыке того времени начала 70-х годов ну а потом начинается что-то такое странное потому что все хотят показать свое мастерство и показывает его надо отметить показывает по полной схеме здесь нет таких вот полотен 19-минутных как на первом альбоме здесь песни 4 песни на 1 стороне 4 песни на 2 песни опять таки вроде бы красивые вроде бы все на месте но с первой вещи не что здесь уже не сравнится первая вещь она грандиозно выстреливает просто какой-то такой ах ах какой улев а дальше ну такой английский рок виртуозный красивый но чего-то где-то не хватает первую сторону мы послушали переходим на вторую пластик шит первое произведение записано вживую больше пяти минут она ведет и она как-то вышибает совсем мозг потому что гитара выведена вперед все остальное сзади голос еще дальше чем все остальное хотя хинкли поет от души надрывается и гитара играет такое ощущение что бесконечно играет очень хорошо местами напоминает рори галахера даже я услышал кое-где что такое похожее но такое ощущение бесконечно когда же это кончится когда же такой нет я при этом круто при этом здорово громко впереди вживую все там есть и нюансики есть и где-то где-то что-то там у косячок но это хорошо потому что это вот это живьем все записано без овердабинга без ничего но так долго кажется что когда же кончится эта вся история потом она заканчивается начинаются песни более-менее похожие на песни хотя очень много опять гитарных джемов очень много просто просто я не знаю я бы сказал перебор но музыкантам виднее они так решили так записали и продюсеры это все одобрили компания выпустила пластинку значит так надо значит так хорошо заканчивается все джазовые пьесы слава богу вот это все закончилось и джазовая пьеса вы еще в общем группа очень интересная я очень советую с ней ознакомиться джоди грайнд тим хинкли 69-70 г.д. а я пошел пить пока